Этот выпуск подготовлен иностранным агентом Соболевым Николаем Юрьевичем, который желает вам счастливого, замечательного Нового Года. Аккуратнее с вечеринками. Всем привет, меня зовут Николай Соболев, и я бы на вашем месте не стал недооценивать этот замечательный инфоповод с вечеринкой Ивлеевой. Редко когда к концу года в России происходит революция в области культуры. Вы говорили санкции не работают. Ну как же, не работают, ребята, ну посмотрите. Накид партий. Нашим артистам не на что купить себе одежду, это очень серьезно, друзья. Приходится ходить голыми, яйца подорожали, приходится ползать по полу, может быть, искать остатки еды, я не знаю. Похудели, зрение посадили, бренды модные ушли, теперь носки у нас непарно продаются, нечем прикрыть свои. 15 сантиметров. У каждого в жизни бывают такие моменты, когда идешь собирать гуманитарку для мобилизованных, чтобы помочь родной стране, а заходишь не в ту дверь. Я, ты, бэт, бёрл, кто тебя сюда привел, ага, ага. Вот вроде вышел в дорогом костюме, вот такой-то косяк сраный не заметил, ниткой зацепился, все размоталось, ты идешь, тут лед, ты подскальзываешься, падаешь в какой-то подвал, а там вечеринка Насте Ивлеевой. Ну что ты будешь делать? У Ивлеевой отроганья. Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Знаете, вот радует, что наши звезды вот все еще сохраняют остатки достоинства. А дресс-коде я знал. В моем понимании он выглядел так. Водолазка, объемный плащ, брюки. Мало кто знает, но изначальный наряд Билана подразумевал Шеврон и Министерство обороны, они просто в кадр не попали. Я артист только своей страны. К сожалению, даже в такое непростое для нашей страны время. Я патриот только своей страны. Попадаются иногда эти бездуховные блогерши, пролезают в массовку твоего клипа, а ты как честный человек, ну вынужден просто потом прийти как-то, ну просто формальность какую-то исполнить. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь и ушел. Как там ее зовут, это Настя Ивлева, кажется, Дмитрий Сергеевич, ну кошмар устроила, ну это жесть, ну я как пришел на вечеринку, я сразу же говорю, прикройся! Никогда никого не боялся и не боюсь. Ну что за разврат, мы же в великой России. Родину люблю и никто не запретит мне это делать. Старая глава, вот старый! Вы можете спросить меня, зачем обсуждать скандальную вечеринку топовых звезд, о которой без того говорит вся страна. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает. Я не собирался, друзья, чистая правда, но если история настолько демонстративно-показательная, а это именно так, то стоит, наверное, разобраться, а что нам хотят показать. А глядя за тем, как в Телеграме, обсуждая тему, разные околополитические спикеры пытаются заниматься какой-то конспирологией, отгадывая, зачем, почему, переносят концерты, отменяют артистов, устраивают проверку Ивлеевой. Я не могу не удивиться, насколько сильно оторвались от жизни не только наши уважаемые артисты. Гражданка Ивлеевой или так ее хрен зовут? Все они пришли для того, чтобы мы сделали уникальный арт-проект и показали, что любое женское тело красиво. Кстати, это вранье. Человеческое тело не прекрасно в любом возрасте. Прекратите себе врать. То, что в стране годами существует два параллельных мира, это не секрет. Голые вечеринки, бесконечные понты, тяжелый люкс многократно становились причиной моих обзоров. Понятно, мир обычных смертных и мир народных артистов как бы десятилетиями находятся в разных плоскостях. И бедная Настя Ивлеева... Такие вот предновогодние денечки. Но вчера было просто охуенно. Это было легендарно, это было весело. Да, сто процентов это было крайне неуместно. Которая, помимо всего прочего, ставит целью быть лучшей в этом своем мире, совершенно не случайно оказалась замешана в большом скандале. Это долгий творческий путь Анастасии Ивлеевой. И это происходит, как правило, закономерно. Ведь если ты годами существуешь отдельно, если главная проблема в твоей жизни, в твоих буднях это как ехать на Ламборгини, когда надела тренч... Ах, мать, лаунж, это просто... Батюх... Ябдишь! Сориентироваться, и правда, сложно. А что там происходит в жизнях этих обычных смертных людей? Потребности нет. Среда существования, вы сами понимаете, какая. Кукарекающие петухи. И это ни в коем случае не претензия. Мы все понимаем. Есть профессия, есть воспитание, есть деньги. Окей. Ах, мать, сука, Россия, мать, не дать нельзя. Больше всего в этих историях удивляет другое, что рядом, ну, прям не находится человека, который бы сказал Настя. Это откровенный пи***ц. Нас не то, чтобы зажимают сейчас, не то, чтобы кто-то ограничивал наше творчество, но голая вечеринка во время войны, когда ты надеваешь на свою жопу бриллиант в 23 миллиона рублей, может, стоит подумать, что фотографии с этой вечеринки уплывут во весь интернет, а охват у этих фотографий будет больше, чем охват прямой линии президента. Старая гладица. Он старый! Прямо, честно и откровенно. Может, все-таки не надо? Кол себе осиновый в жопы загонить, это кончено. Отрабатываю. Я еще половину не поняла вообще, что это было, как это произошло. Больше комментариев, больше негодования на совершенно простые, красивые, понятные вещи. Я прекрасно понимаю растерянность Анастасии Ивлеевой прямо сейчас, а политичность наших уважаемых блогеров, звезд, артистов играет с ними злую шутку целый год. Даня Милохин, блогер Хилми, певец Шарлотт не понимают искренне и честно, а почему нельзя исполнить украинский гимн? И почему транс-переход теперь не к месту? Что будет с тем, кто паспорт сжег на камеру и присягнул Зеленскому, попрыгав как москаль? Кто не скачет, тот москаль. Красная цена. Каждая из этих историй и их суровые последствия, особенно вечеринка Ивлеевой, это индикатор очень важных перемен. Не эпизод, не случайность, а тенденция. Да, вы можете в своей жизни находиться в вакууме, вы можете не связывать какие-то разрозненные факты, но не замечать тенденцию чревато. Чревато тем, что придется среди сна записывать свое видео со слезами. Все в жизни можно ценить, ну или вообще смотреть по сторонам. Оборачиваться и замедляться. Знаете, вот прочитав, что пишут наши многоуважаемые эксперты из Телеграма, я понял, что эта тенденция по-прежнему скрыта. Под плесенью иллюзий, каких-то своих субъективных заблуждений. Даже для тех людей, кто должен оставаться в повестке. Это, черт возьми, ваша работа. С использованием участников голой вечеринки начинается межелитная борьба. Нет, друзья, межелитная борьба закончилась, когда парни Пригожина взяли в самолет гранаты. Берем на работу настоящих богатырей. Голая вечеринка Ивлеевой используется для отвлечения внимания россиян от роста цен. Обожаю эти тезисы про то, что все не случайно и должно от чего-то отвлечь наше внимание. Друзья, вот от чего внимание отвлекается сейчас вечеринка Ивлеевой, так это, наверное, только от просмотра слова пацана. Пытаешься настроение создать? Моя версия, там что-то личное. Чья-то жена, любовница, любовник были замечены, какой-то старец пал в истерику. Да, Путин, кстати, умер, слышали? В холодильнике лежит на Валдае. Он умер или он жив? Он умер. Четверг, 26 октября. Бесповоротно, окончательно. Впрочем, замешательство людей на самом деле абсолютно понятно, потому что голые звезды и вечеринка нашли чем удивить. Вы это вообще видели? Понюхай попку носиком, прикинься киса песикам, вот в этом вся и разница, кто хочет, так тот разница. Ничего только не было в нашей глубокой истории русского шоу-биза. Уж в крайнем случае, например, после избиения женщины ногами, народный артист мог поплакать, рассказать про Бога, изобразить болезнь и вернуться через неделю на федеральные каналы. Марина Яблокова обратилась в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Филиппа Киркорова за побои и оскорбления. В этот раз случилось несколько по-другому, хотя инерционно наши звездочки Лолита, Собчак, Ивлеева в первый день просто отмахнулись рукой, мол, вы че, вы забыли кто мы? И это кумиры нашей младежи. Стоит обратить внимание, что в моменте как будто затихло, интернет-толпа спрятала серебряные пули. Но не тут-то было. По слухам, на вечеринку Ивлеевой обратил внимание главный пацан. Налоговую проверку начали в отношении Анастасии Ивлеевой, внезапно вычислив большую неуплату, а Филиппа Киркорова и остальных звезд спешно заменили в новогодних передачах. Именно эти обстоятельства, очень странные для российского шоу-биза, который, напоминаю, выглядел вот так. Да мне п***ю, как вы напишете. Да, я считаю, нормально. Встала и ушла отсюда. Вызвали шквал бурных вопросов. А что у нас, простите, происходит? Потому что до сего момента все напоминало наш любимый классический суд Линча. Мы знаем, как это случается. Находится человек. Я сюда всем просраться. Человек делает что-то. Тут же в интернете собирается толпа самых честных людей, кричит, обзывается, не дожидаясь приговора. А если звезда слезы начинает лить... Меня, наверное, просто рестерзает после этого видео. Ну, некоторые особо бурные правозащитники могут и бурный оргазм словить. В любом деле, и тут не исключение, находится обвинитель, наш прокурор. Человек-моральный камертон. Эта должность крайне популярна в этом году. И глядя на успехи Мизулиной... Стоит отметить, что, вероятно, должность достаточно прибыльная. Единственная проблема — нужно успевать менять наряды. Белое пальто, латексный набор. Ну а в перерывах между танцами лучше всего первый проявлять глубокую обеспокоенность чем-то поведением, собирая письма со всей страны. Находятся и хитрые роли. И так как наш мир — это борьба и единство противоречий, на каждого прокурора находится и свой защитник — адвокат. Человек, который выйдет грудь колесом и скажет «Ну что вы такие злые? Ну зачем? Ну может сейчас вот не надо? Ну может меня накажете?» И в данном случае на роль публичных и внезапных адвокатов вызвались Антон Красовский и депутат Милонов. Интересный коллектив. Настя, я тебе сочувствую. «Мне очень жаль. Мне просто очень жаль. И все. Мне жаль. Искренне, честно, от всего сердца». Есть несколько вариантов. Как все-таки определить, что происходит в этой истории? Можно, конечно, строить разные конспарологические версии, мол, вот этих звезд решили наказать за то, что они не поддерживали активное СВО. Но государству хотелось бы от них большей лояльности власти и той культуре, которую старики из КГБ считают национальной отечественной культурой. Но в какой-то момент я предлагаю все-таки отойти от этого длительного похмелья и немножечко оглядеться по сторонам. В какой-то момент даже можно будет несколько сообразить, что практически все, что говорит Владимир Путин, которого либеральным пацанам слушать западло... Вы, кстати, смотрели? Я никогда его не смотрю. Это не игра и это не шутка. Я понимаю прекрасно, что очень весело создавать этот образ сумасшедшего диктатора. Куда страшнее то, что Владимир Путин просто-напросто сошел с ума. Человека, который постоянно сидит в бункере, топает там своими ножками. Не, ну Путину-то из бункера, наверное, виднее. Да, чья главная цель – это попасть в учебник истории. Фишки по карте перемещает и манит себя великим полководцем. Человека, который, ну, хочет заработать денег побольше на войне с Украиной, купить себе супер-яхту. В общем, идея у нас только одна, бабки. Ах, да глупый дед, вообще не понимает, что в нашем мире-то происходит. Владимир Путин все тот же Владимир Путин, который неправильно осознает ситуацию и будет совершать ошибки дальше. Все это здорово, все это очень классно помогает в максимизации ваших лайков. Но к реальной политике, к большому сожалению, имеет не больше отношения, чем сказки на ночь профессора Соловья. Никаких сомнений в его физической смерти не существует. Смешно, да. И вот точно так же вы смеялись, когда Путин говорил про архитектуру коллективной безопасности. Да, точно так же вы смеялись, когда Путин говорил про эскалацию НАТО. Мол, ну что вы, ну это ж пугалка, ну это он не серьезно. Путинскую истерику уже никто не воспринимает всерьез. Да, и точно так же хихикали НАТО перспективой войны с Украиной. Он, конечно, сумасшедший, но до определенной степени. И самое тупое даже не то, что все эти люди не могут догадаться, что их собственные прогнозы не сбываются именно поэтому. Именно потому, что на мир они смотрят через искаженную парадигму своих собственных удобных заблуждений. Самое тупое, что эти люди продолжают хихикать, даже когда речь заходит про традиционные ценности. Как будто это очередная путинская выдумка. Да, консерватизм придумали Патрушев и Шойгу на рыбалке. Причем здесь вечеринка Насти Ивлеевой, да при том, что они серьезно. Они серьезно. И сигнал был подан ныне в оба мира. В мир людей и в мир народных артистов. Я осознаю совершенную мной ошибку. И вот единственный вывод, который можно сделать в этой ситуации. Либеральная идеология, когда человек отчуждается от любых форм коллективной идентичности, от институтов, от религии, от традиции. Вот он в прошлом. Россия отказывается от привычного нам пути либерализации, вплоть до трансгуманизма и чайлдфри, потому что не видит в этом ничего, кроме ущерба для жителей государства. Я не знаю, рады вы или нет, как вы вообще к этому относитесь, можете написать в комментариях. Я не даю моральных оценок, но аргумент про политичность, аргумент в чем хочу, в том и хожу, хочу пердеть, пержу, больше не работает. Не работает так же сильно, как и классная апелляция Ивлеевой внимания к западу. Да, когда Настюшка сказала, что вечеринка как на западе, я понял, что она не поняла. Но при этом мы смотрим на запад, на какие-то выходы красивых, стройных моделей, и говорим, блин, они такие красивые, они такие классные. Выходят наши, красивые, подтянутые артисты, и все такие, б***ь, как так муажная эстрада опустилась. Еще раз, друзья, нравится это вам или не нравится, тут абсолютно не об этом идет речь. Вот тенденция, и эту тенденцию нельзя не замечать, нельзя ее как-то коверкать и как-то искажать. Иначе вы можете стать жертвой вот этих новых установок. Вы думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Кому-то это не понравилось. Выяснилось, что не понравилось это такому количеству людей. Настя, ты этого не заслуживаешь. Мы все этого не заслуживаем. Но время такое, его надо просто пережить. Да, поскорее бы пережить эту войну, а то настроение вечериночное портит просто оттаз. Камон, надо что-то с этим делать. Государство отныне будет пытаться отвечать на вопрос «Зачем?», на вопрос, который на западе решили убрать насовсем. И отвечать на этот вопрос мы с вами уже начали. Меня этот вопрос особенно остро интересует. Понимаю вас. Хорошо это или плохо, и какая будет эта новая Россия, это другой очень длинный разговор, которым я совершенно точно не собираюсь грузить своих друзей перед Новым годом. После Нового года, после новогодних праздников, выйдет большой выпуск, в котором мы поговорим и про расстановку сил, про нынешнюю и текущую геополитическую обстановку. Все это будет там. Ну а сейчас я хочу признаться, мне искренне жалко, конечно, Анастасию Ивлееву. Мне приходится в одиночку справляться со всеми трудностями, а трудности это такого масштаба, что я, честно говоря, даже не знаю. Закрывая тему, ну конечно она не понимала, ну конечно она не понимала, что происходит, в какой стране она находится. А ее гости, надо признать, ну не могли как-то с порога распознать, что арт-перформанс, популярное светское мероприятие, будет выглядеть так. Ну мало кто себе мог представить, а рэпер Васио с носком на члене, ну явно всех гостей с порога не встречал. Их ли это ответственность? Ну конечно, конечно их ответственность, взрослые люди. Знаете, я так не люблю, когда вот как в детском саду звучит. Я вот в последний раз, я больше не буду. Другой вопрос, а можно ли вообще рассчитывать, что все Лолиты, все Настя Ивлеевы, все Дани Милохины. Даня, что у вас там с Соловьевым? У меня, честно, ничего, я вообще не в курсе, что за тип. Кстати, я бы с удовольствием провел с Соловьевым бой, но я думаю, малыш не захочет. Вызвал меня на бой, это вообще смешно. Вдруг в момент, спустя 30 лет глобализации, философии гедонизма, индивидуализма, после 30 лет всех этих передач, которые крутились и на нашем телевидении, вдруг поймут, вдруг распознают вот эти ноты нашей новой российской мелодии. Я скажу аккуратно, а может быть стоит вот с людьми, с персонами, с артистами такого масштаба, ну как минимум интернет влияния, как-то заранее поговорить? Друзья, это, конечно, того стоило. Я обожаю, что на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что, ну, это разврат, мне же некуда, что они творят. Это какая-то бесовщина, сатанина. Мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно, за других сказать не могу. Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Спасибо вам, друзья, за этот год. Я никак не мог представить, что последней темой будет вот это. Впрочем, прошлый выпуск был вообще про слово пацана. Я здесь, за эту улицу стою. Пацаны, мне все. Я очень старался, я очень старался для вас. Если вам этот выпуск понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал, отправьте свой комментарий. Я очень вас люблю, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Я надеюсь, что мы с вами скоро увидимся, я уверен в этом. Как-то я грустно закончил, но что же, друзья, если вы досмотрели досюда, вам будет интересно совершенно точно подписаться на мой Телеграм-канал. Отличное дело перед Новым Годом. Заходим в описание, там много постов замечательных. Ну, почему бы не зайти? Ну, а с вами был Николай Соболев. С наступающим вас. Хорошо отпраздновать. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok